Спелая и желтая. В Турпинистане начался сезон сбора дынь, и основные плантации расположены на юге страны, в Этрапе-Теджен Ахалского Велояда. Этот год выдался особенно урожайным для бахчевых культур в регионе. Страна уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства, чтобы фермеры могли собирать обильные урожаи. В этом году в Ахалском Велояде бахчевые культуры были посажены на более чем 3000 гектаров земли. В данный момент собрано более 11 тысяч тонн урожая, часть которых пойдет на обеспечение внутреннего рынка. А остальные мы будем экспортировать в страны СНГ, в том числе в Российскую Федерацию. Туркменские фермеры в основном выращивают сорт вахарман, известный также как сахарная дыня. В каждом плоде этого сорта содержится почти 20% сахара. Кроме того, дыня богата серотонином, так называемым гормоном счастья, который помогает снять усталость, повышая позитивные настрои. Плоды вахарман обычно имеют средний размер и весят не более 5 килограммов. Вот дыня вахарман. Когда вы его нюхаете, он имеет медово-ванильный аромат. Полностью созревший вахарман лопается, как только начинаете его резать. Фермер Рустем Мерданов на своем 15-соточном участке в апреле посадил не только вахарман, но и сорт красный инжир. Согласно туркменской пословице, у дыни 100 дней, а потом собирай. Рустем не нарушает эту традицию, получая уже десятый год подряд щедрый урожай – от 20 до 25 тонн с гектара. На наших 5 гектарах мы выращивали дыню сорта вахарман, а на 10 гектарах – красный инжир. Этот сорт, названный в честь народного селекционера инжира Мердани Азоглы, может похвастаться плодами весом от 20 до 30 килограммов. Красный инжир бьет рекорды по размерам, а вахарман – по вкусовым качествам. Дыня является визитной карточкой Туркменистана. В мировом бахчеводстве насчитывается свыше 1600 сортов дынь, и более 400 из них туркменские. Торговцы караванами в древности везли эти сладкие плоды через Великий и Шелковый путь в далекие земли. Китайцы назвали туркменскую дыню самым великолепным угощением, выросшим на земле. С детства я помогал отцу на бахче. Секреты спелости арбузов и дыни у меня в крови. Нужно доверять своему чутью, но есть несколько советов. Во-первых, дыня должна быть симметричной, без трещин и вмятин. Во-вторых, постучите по ней костяшками пальцев. Спелая дыня издает глухой звук. И, конечно же, не забудьте понюхать. Аромат должен быть насыщенным, сладким, манящим. Сегодня на туркменских рынках можно приобрести этот вкусный урожай по цене 1 манат за килограмм. В 2022 году дыня сорта Юбари была продана в Японии по рекордной цене, став самой дорогой дыней в истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин